Здравствуйте дорогие подписчики канала 13. Движение Талибан не будет устанавливать демократию в Афганистане, заявил один из высокопоставленных членов группировки Вахидулла Хашимии. По его словам, в стране нет базы для демократии и единственным типом политической системы, применяемым в ней, будут законы шариата. Он пояснил, что Афганистаном может управлять правящий совет Талибана, а верховным лидером останется Хэбатулла Ахунзада. Хашими также заявил, что позже на этой неделе состоится встреча руководства талибов, на которой будут обсуждаться вопросы управления государством. Помимо этого, представитель талибов рассказал о планах создать новые национальные силы, в которые могут войти военнослужащие правительственных войск, если пожелают. Он отметил, что они прошли обучение в западных странах, и Талибан ведет с ними переговоры, чтобы они вернулись на свои позиции. 15 августа движение Талибан заявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. После того, как американские войска сбежали и бросили свою администрацию и преданных им местных жителей, то боевики начали устанавливать свои порядки в стране. Они уже убили нескольких человек, сожгли парк развлечений, а также уничтожили памятник лидеру шиитского ополчения Абдуллы Али Мазари, а по данным британской прессы, талибы убили женщину за отказ надеть хиджаб. Также введена смерть побиванием камнями. При этом общество расколото, есть как сторонники радикальных исламистов, так и желающие любой ценой покинуть страну. Талибы впервые за 20 лет вновь взяли под контроль афганскую столицу. Силы талибов подошли к Кабулу утром в воскресенье и сообщили, что не хотят заходить в него, чтобы избежать кровопролития. Их представители направились в президентский дворец для переговоров. Через несколько часов стало известно, что президент Аш-Афгани покинул Афганистан. Позже он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни. Он сбежал из Кабула вместе с машинами и набитыми деньгами, а то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта. Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Ганни убегал из Афганистана. Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталось лежать на взлетном поле, рассказал пресс-секретарь депмиссии России в Кабуле Никита Ищенко. К слову, сегодня и спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии Митроссии Занир Кабулов выразил надежду, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из бюджета. Он бежал позорным самым образом. Это человек, который позавчера, выступая в телеобращении к афганскому народу, утверждал, что он готов жизнь положить до последнего. Вот и на деле, избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека. Он заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности, заявил Кабулов. Американские дипломаты жгут секретные документы и вслед за своими войсками спешно покидают Кабул. А огромные вертолеты, зависшие над крышей депмиссии США, которые уносят сотрудников посольства в аэропорт, уже обошли первые полосы всех мировых газет и экраны ведущих телекомпаний планеты. Трамп же считает ситуацию в Афганистане величайшим поражением США. Какой смысл было 20 лет искусственно сдерживать талибов, вкладывая огромное количество денег и сил, чтобы потом просто все бросить и убежать, не доведя дело до конца, оставив все на произвол судьбы как вирус, который моментально захватил всю страну. Случайность или осознанный план по расшатыванию геополитики? Также глава отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Азербайджана Лила Абдулаева заявила, что в настоящее время в Афганистане нет граждан Азербайджана. Однако там продолжает находиться миротворческий контингент. В МИД также отметили, что вывоз из Афганистана этнических азербайджанцев пока не планируется.